все не могу аккуратно давай вперед артур вперед удачную поездку полет и артурчик а с днем рожденья днем рожденья Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok 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 в пещере это все пещера 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 такая вот пещера известняк камень все пища помещение а вот это вот гномик он живет в этом в этой пещере он живет в этой пещере и гадит 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 а а и и и и Я думала, что это собака Дайте Это же собака? Да, я думала, она искала Артур, как ты думаешь, что это так? А будут ты креветки, знаешь? А ты ешь свою курицу Ну, свой шашлык Артур, рассказывай, куда ты приехал И что ты сейчас будешь делать? Что сегодня за день? Мой день рождения Да ладно? Да И артур И артур И артур Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В этом уровне. В этом уровне очень важно. В этом уровне дохода дохода дохода. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Артур, ну можешь поснимать. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Это чрезвычайно красивое и необычное место посреди Турции, где природа создала сказочные каньоны, кратеры вулканов и своеобразные скальные образования. Удивительный ландшафт Каппадокии был создан природой примерно 60 миллионов лет назад. Такие необычные грибоподобные и пирамидальные горы образовались от естественных процессов, когда вода и ветер, долгий период вытачивали камень. Они источили вулканические туфы, которые намного мягче камня и легче поддаются эрозии. Смотри, Артур, вот сюда мы сейчас пойдем. Вот такая многоуровневая пещера, подземный город, где прятались христиане от римской армии. Продолжение следует... Да, они вот заходят в пирамиду и ее танцуют. Давай, вперед, Артур, вперед. Танцы, да, нет? Нет, быстро не иди. Танцы, да, нет, быстро не иди. Танцы, да. Транцы, да. Танцы, да. Пья,ralsít г been. Карту,月на Set. У меня сейчас будет приступ к лаустрофобии. А у тебя не будет приступ к лаустрофобии? Розовые щучки. Расскажи, что здесь делали? Здесь, короче, сделали самое первое колесо в жизни. Малоли. Я думал, что первое колесо. О, все, не могу. Аккуратно. Тут не раз. Там много народу, туда не помещаются все. Помещаются. Я приступ к лаустрофобии, если я не могу. Идем, идем. Короче, только на корточках можно пройти. Впереди ступеньки, Артур, аккуратно. Ступеньки. Так, тут ступеньки, Артур. Аккуратно. Нет, тут реально радикулит за работой. Ты все ходишь? Можно, конечно. А где носи? Справа. Вот это и спальня. Бесконечные лабиринты, лабиринты, лабиринты. Ходы. И еще вот так вот все тут. Дверь, не представляешь? Дверь не касается. Дверь, не закрывай. Дверь, не закрывай. Возвращение 2 тонн. Возвращение 3-4 человек. Ух, наконец-то выходим наверх из этого бесконечного подземного лабиринта. Но в некоторых местах прям было очень-очень страшновато и совсем не комфортно. Продолжаем! Добро пожаловать в Казахстан. вот у нас уже один сломался пассажир его несут ему тяжело но он спал 3 часа мы в 4 утра вставали чтобы поехать на воздушном шаре кататься зато какая здесь прекрасная речка вон какая красивая горная речка и а и 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 Продолжение следует... Каппадокия была заселена более двух тысяч лет до н.э., уже в период древних хетов. Позднее здесь обосновались мосхи, кемерийцы и персы. В IV веке до н.э. регион был завоеван Александром Македонским. В этот период происходит ассимиляция местного населения с эллинистической культурой. Каппадокия также упоминается и в Библии, а именно в событии, когда на апостолов сошел Святой Дух. Поэтому Каппадокия часто становится и местом посещения паломников. Более тысячи лет Каппадокия находилась в составе Римской империи. Турки захватили регион лишь в XI веке. Интересно, что до середины XX века существовал каппадокийский язык, возникший из караманского диалекта. А после окончания правления Османской империей в начале XX столетия Каппадокия перешла во власть Турции. Официальная дата присоединения к Турецкой республике – 1923 год. Пещерные поселения являются объектом наследия ЮНЕСКО. Так как вулканические туфы легко поддаются обработке, люди выскабливали себе жилища прямо в них. Так строились жилые дома, церкви, конюшни и прочие помещения для обитания. Наскальная живопись Турцкая республика – 1923 год. Вот есть эта католическая церковь, я бы сказал тебе, вот там комната пресса. Ага, алтарь. Нет, комната его, он там отель одевается и там дальше. Алтарь здесь, в центре. Дальше, здесь комната этот, ну, греческий засказ. Исповедь. Да. Да. А здесь, там скульптура, там, сверху. Да. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok